Всем большой привет! Давно мы с вами не видели, с вами ваша Ирина Dream и с этого дня видео будут на моем канале чаще. Если ты еще вообще не подписан на мой канал, то добро пожаловать в мою большую семью распаковщиков. Мы постоянно распаковываем на моем канале различные посылки с Алиэкспресс, Шиин и других китайских сайтов. Ну и не только китайских. Сегодня у меня вот такая посылочка, одна достаточно большая, которая уже была распакована мной в моем родном городе. На данный момент я нахожусь в Дубае и я привезла это белье. Вы уже по названию поняли, что сегодня будет в основном у нас белье. Перевозить пакеты с воздухом я не захотела, поэтому уже распаковала первый слой, но еще ничего абсолютно не носила для вашего же спокойствия. Все белье чистое и в первозданном виде. Начнем мы с самого, наверное, простенького и самого недорогого белья, которое я заказала. И это белье такого прекрасного оливкового цвета. Пока я его открываю и разворачиваю, могли бы ли вы написать, пожалуйста, комментарии? Вы когда-нибудь заказывали белье на различных сайтах или же вы в основном покупаете белье в магазинах? Мне очень это интересно. На самом деле я вообще открыла для себя мир вот обычного белья, а не какого-то там кружевного красивого с перышками. Совсем недавно и это одна из моих первых покупок. Вот я действительно очень рассчитываю на этот комплект за 350 рублей. Это прекрасный оливковый цвет, достаточно приятный материал, особенно снаружи. Внутри он пожестче. Есть прекрасная мягкая такая бирочка, на которой мы можем прочитать состав. 97% полиэстера и 3% эластана. В целом для 97% полиэстера прям прекрасная мягкость, серьезно. Я в восторге, особенно от бюстгальтера. Вот такой прекрасный топик, который я уверена многие смогут носить и просто так, как первый слой. Сверху можно кинуть рубашку на распах или же жакет. Очень многие используют такой стилистический прием, но не знаю, как бы я редко так делаю. Хотя в такую жару, которая сейчас в Дубае, очень хочется выйти только в нем, но здесь это непозволительно. Здесь состав написан такой же и брала я себе этот комплект в размере M. Как вы можете заметить, в Дубае очень солнечное и жаркое. Если вам не хватает тепла, то прошу вас, мой инстаграм, подписывайтесь обязательно, если хотите наблюдать эстетику. Ну и собственно Дубай, ну и обои жизни что-то узнать. Я хочу рассказать вам следующее о трусиках. Я у одного продавца решила заказать прямо сразу четверо. Первое, что я открываю, это бесшовные трусики. Насколько я поняла, по фотографиям идеальнее всего подделку делают на легендарные трусики. И вообще, в принципе, уже сейчас все есть, мне кажется, с этими стразами. Вообще, если вы никогда не имели белья с Victoria's Secret, то могу оригиналы посоветовать. Вот просто на все 100%, особенно если вы имеете большой размер груди, потому что до, по-моему, 4D есть в Victoria's Secret размеры на такую большую грудь. И очень хорошая чашка, она реально держит. По крайней мере, у всех моих знакомых вообще никогда не было проблемы. И это реально самый удобный бюстгальтер лично для меня. Также мне очень нравится вот эта модель трусиков у них. Я просто в восторге от вот таких бесшовных трусов. Они абсолютно не портятся. У Victoria's Secret выцветает только цвет. И все. Со временем не лезут ниточки, не рвутся они никак. И поэтому я очень сильно люблю их. Здесь цвет уже такой, который у меня через 2 года носки. Извините за подробности, но серьезно, так и есть. У меня точно такие же. Вот я серенькие постирала с красным чем-то, и они у меня стали вот такими, какими-то серо-розовыми. Здесь блестящая такая наклейка, которая характерна для Victoria's Secret и Pink. Ее нельзя стирать в стиральной машине, если вы хотите сохранить ее вот в таком же виде. В целом качество просто идентичное. Правда, вот этого шва, ну, он есть, но он немножечко меньше. Но если вас он никак не смущает, и вам он не будет мешать, то, ну, вот я лично не замечаю этих швов, поэтому я довольна качеством. Следующие трусики, которые у меня тоже были, я постаралась заказать те, которые я имела, чтобы хоть примерно сравнить, похоже ли качество или нет. Здесь хэбэшные трусики вот с такими перемычками. Эти перемычки сделаны из плотной резинки. У оригинала резинка не настолько плотная, хотя, возможно, уже выходили подобные коллекции, там сделали плотнее резинку. Но у меня эти резинки, они истончились, хотя трусики остались нормальными. А вот резинки, как-то, знаете, ну, вся, в принципе, резинка через время, она становится более такой хрустящей, что ли, растянутой. Здесь они сделаны плотно и прям классно. Мне кажется, будет портиться гораздо медленнее. Следующие, точно такие же бесшовные, только розовые, с принтом в такое сердечко. Здесь блестящий принт, и это, опять же, повторюсь, не вечная история. С каждой стиркой вы будете видеть, как этот принт, он выцветает и блеск пропадает, а потом и вовсе рисунка не будет видно. Вот эти трусики просто делают идеальными. Серьезно, я восторгивала по отзывам. И это то, вот, что я бы не покупала Victoria's Secret. Хотя очень хочется, серьезно. Уже два года как популярны эти трусы. И не только трусы. Немного пожамков в руке. Я могу сказать, что стразы сделаны один к одному. Просто идеально. Очень хорошо и ровно. Но если посмотреть на саму ткань, на которую нанесены стразы, то видно, что чуть-чуть кривовато. Ну, вообще, просто миллиметр. Это, естественно, не будет заметно, никак не видно. Стоимость этих трусиков оригиналь достигает 5000 рублей. Во всех странах цены разные. Если говорить про США, то я в конце видео расскажу вам вообще, как покупать Victoria's Secret подешевле. Давайте только в конце видео, чтобы сейчас не отнимать время тех людей, которые хотят посмотреть именно на товары. И качество самой ткани точно практически такое же. Только, может быть, немного в составе будет другое. Но по ощущениям и приятости вот реально то же самое. Ткань напоминает бархатный купальник. Вот серьезное описание. Вот 100 из 100. Вот представьте себе ткань купальника и немного бархатистой сюда добавьте. И будет вот по ощущениям то же самое. Я немножко сейчас спрятала солнышко, потому что оно уже начало прямо мне на лицо светить. И я хочу напомнить вам о том, что эти видео все на своем канале я снимаю с целью, чтобы вам показать, что некоторые вещи можно покупать намного дешевле, чем нам продают их в магазинах. И дальше я скоро сделаю новую рубрику на своем канале. Очень надеюсь на это, что в этом году открою вам американский еще и шоппинг. И внедрю его в свой канал. Посмотрим, насколько у меня это получится. Но еще не забывайте никогда про кэшбэк сервисы. На всех этих магазинах, на которых и так уже дешево все продают, вы можете тоже еще экономить. Допустим, сейчас на Алиэкспресс будет большая, скажем так, скидка от Лидишопса. А именно кэшбэк, который будет увеличен в 3 раза. То есть, если вы активируете вот этот кэшбэк перед своей покупкой на Алиэкспресс, вы можете сэкономить 150 рублей. Это в обычные дни. Но из-за того, что с 11 по 14 будет увеличенный кэшбэк, то вы можете сэкономить целых 450 рублей. Просто рублей. Активировать этот кэшбэк можно после регистрации по ссылке в описании, которую я оставила. И дальше вы переходите на страницу Лидишопс, переходите в магазин Алиэкспресс, набираете товары в корзину и затем оплачиваете. Собственно, все. Кэшбэк после этого будет начислен в ваш личный кабинет. Таким образом, вы можете экономить на всех магазинах, которые есть в интернете. Так что делайте разумные покупки. Ну а я в конце видео напомню вам и расскажу еще о том, как покупать дешевле на Виктории Сикрет. Далее мы рассматриваем трусики, которые я увидела у одного продавца. И это уже трусики вы видите с логотипом Виктории Сикрет. До этого, кстати, тоже вот только на одних было ВС. Так, знаете, через черточку. И знаете, что здесь подписано? Вики Сильве Пентис. Да, то есть немножко скрытно-скрытно ВС, но это не Виктория Сикрет, это Вики Сильвия. Вот. Ну а здесь уже у нас я заплатила, получается, на 2 доллара, да, больше из-за того, что здесь написано Виктория Сикрет. Я так понимаю, что на этом моя переплата закончилась. Вот. Потому что, собственно, трусики здесь точно такие же. А у того продавца тоже были вот эти с логотипами. А нет, слушайте, качество-то здесь получше, ну не насильно прям получше. Сейчас я вот прям оба рядышком прислоню и сравню. Так, качество ткани могу описать так. Если у вас есть заусенки на ваших пальцах, и вы проведете по красным трусикам, то заусенки немного будут цепляться. А вот по бежевым почему-то не цепляются. Не знаю, как так сделано, хотя эту ткань я тоже могу описать как бархатный купальник. Но менее бархатный, наверное, поэтому. Здесь Виктория Сикрет лого, и оно заклеено вот такой пленкой. Мы давайте ее отклеиваем. Ох, как я люблю это делать, просто прекрасно. Сегодня, кстати, еще тестирую новый микрофон. Покажу его как-нибудь на влоговом канале. Петличку, вернее. Первый раз в жизни за 5 лет ведения блога записываю видео с петличкой. Ох, волнительно. Но на всякий случай поставил свой обычный микрофон, то вдруг не получится. Здесь также есть этикетки Виктория Сикрет, сделаны просто вообще идентично. Вот просто реально точно так же. Черная ленточка, сверху окантовка розовенька. Ну, может быть, немножко размер слишком преувеличен. Текст, а так лого просто все одинаково. Серьезно, нет различий. Очень приятная такая шелковая, а-ля шелковая ткань на Виктории Сикрет лого. И вообще, Виктория Сикрет, все написано красиво, все ровненько. Вот просто даже сами вот эти стразинки, они нанесены полностью ровно. Я, конечно, в восторге от этой подделки. И эта подделка была куплена мной, у магазина, у которого нет ни обложки, ни фотографий, ничего. Фотографии были только через мобильное приложение, когда заходишь. И ты, когда переходишь вниз в описание продукта, там можно найти несколько фотографий. Цвета можно было, по-моему, тоже выбрать. Эти продавцы постоянно переходят с магазина на магазин, удаляют магазины. В общем, у них не постоянные эти магазины. И когда я покупала их, я хотела у продавца у этого же взять еще и белье Кельвин Клян, но, к сожалению, оно закончилось. Поэтому, если я оставлю ссылку вам, то знайте, что эти трусики не будут доступны долго. То есть, они, скорее всего, уже завтра, послезавтра пропадут. Ну, может быть, один-два дня они продержатся, но больше лучше не ждать. Поэтому оставлю, ну, на всякий случай, ссылочки 2-3 на то, что найду. Но я постараюсь найти своего именно продавца. Дальше у меня чехлы на телефоне. На самом деле, я привезла их сюда. И не знаю, вышло ли видео с чехлами. Я еще одно видео сняла вам на днях с женскими штучками. Но там я забыла показать вот эти два чехла. Это чехлы на iPhone XS Max. Да, у меня до сих пор этот телефон. Вы такая непродвинутая блогерша у вас. Без 12-го iPhone до сих пор с XS хожу. Те, кто смотрит Павел Кейк, тот понимает, о чем я. Эти чехлы я заказывала на Новый год. Да, очень вовремя показываю вам, девочки. Здесь у меня чехол зеленый с оленем и с золотой такой окантовкой. Это чехол недолговечный. Думаю, только на зиму подойдет. Очень надеюсь, что к зиме у меня, правда, появится уже новый телефон. Но это не точно. И вот такой вот еще красный iPhone с кетчхол. И красный под оригинальный iPhone с кетчхол. У меня точно такой же еще и зеленый. Он бархатный, приятный. Вообще не могу никак пожаловать на эти чехлы. Они реально классные. Но они недолговечные. То есть я, на самом деле, не знаю, насколько долговечный оригинальный iPhone с кетчхол. Но мне кажется, подольше. У этих быстро ломаются на сгибах, когда ты пытаешься его снять. И также затираются очень быстро. На некоторых стирается яблочко. Но это не на всех. У меня было два таких чехла. На первом вообще ничего не стиралось. На втором быстро стерлось яблоко. И дальше я хочу показать вам корсет. У нас осталось всего три товара. И корсет это то, что я очень давно хотела заказать. Но все никак не могла. И вот наконец-то, когда уже корсеты выходят из моды, я решила, почему бы и не взять его. Но еще не настолько они вышли из моды, чтобы его не покупать. Здесь у меня обычный вот такой корсет. Который я взяла, по-моему, за 10 долларов. Да, он стоил 10 долларов 50. Это 750 рублей. Я считаю, что за 750 рублей это качество дорогое. Еще там были бежевые. Еще были с поддержкой груди и без поддержки груди. Но в целом, ну, неплохо. Я думаю, что магазинчики шьют где-то за, наверное, тысячи две, за три. Если вы хотите супер качественный продукт, то берите. Если хотите купить для одной фотографии. Берите, в смысле, у них. А если хотите для одной фотографии купить, как я, там, для двух, то купите на Алиэкспресс и не парьтесь. На самом деле, здесь не очень ровно все прошито. Я вот если вот так покажу вам, да, то видно, что корсет какой-то кривой. Вот как будто его, я не знаю, кто сшил и под чем. Но он реально кривой. И здесь ткани, ну, неравномерно как-то все прошито. Не знаю, очень много торчащих ниток. Есть вот эти петельки, за которые можно его подвесить. Ну, вот серьезно, видите, да, что он, как бы, не особо ровный. Я не знаю, я надену его. Здесь дается вот такая красивая ленточка черная. Ничего не могу про нее сказать. Действительно хорошая, мягенькая такая. И вы посмотрите на моем уже обзоре вокруг меня. Сидит он нормальный или нет? Мне кажется, на одежде будет нормальный. Незаметна вот эта неровность. Но, как вы увидели, так-то ее видно. Поэтому не осуждайте шоурумы, которые продают эти корсеты. Я думаю, что они действительно делают свою работу качественней. И следующая вещь, которая самая была дорогая, показываю в конце. Потому что, ну, а как же не показать самую дорогую вещь в конце? Комплект стоил, сейчас смотрю, 18 долларов. Обошелся мне. Это вообще недорого. Это просто пипец, как дешево для вот этого комплекта. Он обошелся бы мне тысяч так 15, я думаю, если бы я покупала его в России на Виктории, Виктории, вернее, Сикрет. Лиф я один раз примерила, потому что мне нужно было сейчас хоть что-то вам сказать, какую-то свою отдачу. Если вы не любите кушап, не покупайте. Я, в принципе, отношусь к нему 50-50. У меня бывает настроение на пушап, но чаще всего его нет. Поэтому, наверное, не фикти-фикти. Ну, да ладно. Здесь мягкий пушап, он так вот аккуратно переходит. В целом, кость очень хорошо сделана. Мне нравится поддержка. Если у вас второй размер груди или третий, я думаю, подойдет. Ну, третий уже вряд ли, наверное. А вот на второй размер груди просто идеально. На второй я себе заказывала, надеюсь, здесь есть мерки 85-38. Размер B у меня. В принципе, возможно, у продавца есть и не пушап. Но когда я брала, вообще выбора не было. Был только вот этот. Размером сейчас сориентировать не могу. Посмотрите у продавца. Но цветов я знаю, у него много. Есть до 10 цветов. Красные, бежевые, белые, синие. Какие-то там еще есть. Выглядит по Victoria's Secret лого все то же самое. Сзади там нету вот этих стразиков в оригинале. Поэтому все точно так же. У меня здесь абсолютно ровно все сделаны стразинки. Я знаю, что некоторые, если вы видите что-то дешевле, вы обязательно смотрите отзывы. Чаще всего, конечно, их удаляют. Но приглядывайтесь именно к стразинкам. Потому что чаще всего они сделаны неровно, как-то криво, косо, приклеены. То ли вообще не доклеены. Ну, короче, по-разному. Единственное, вот сейчас, вот реально в первый раз, вот сейчас докапываюсь, да, как бы до белья. И заметила, хотя когда распаковывала, не заметила этого. Здесь вот немножко клейкая основа, она сделана больше. Но ее можно обрезать. Специально вот сейчас вам покажу близкий кадр, чтобы вы увидели эту клейкую основу. Кроме того, здесь даже правильно, как в оригинале, сделана вот эта выточка к лого, к лямочке. Точно так же. Специально для вас зашла Викторию Сикрет и сфотографировала то, как выглядит этот лифт на модели. И вы можете сравнить, как это выглядит на мне. Надеюсь, что похоже. Короче, вот. Здесь также есть этикетки. Этикетки точно такие же, черненькие, с розовой окантовкой. И у меня к этому набору, как вы видите, есть все. Есть и трусики, которые пришли в пакетики Виктория Сикрет, тоже размер L. И вот на трусиках я еще не снимала вот эти штучки, потому что не примеряла их еще. Надеюсь, что мне все подойдет. Ну, как бы L размер, я думаю, что уж должно уж точно подойти. По сути, на размер больше я беру. Здесь, кстати, нет клейкой основы. Все обрезано, вернее, она есть, но обрезано все очень ровненько на трусиках. Просто я в восторге. Вообще, они классные, очень приятные. Качество у них так интересно, что они все отличаются. Серьезно, вот, ну, отличаются, действительно. Если эта поверхность более глянцевая, да, то у черненьких она более матовая. Вот, и не такая бархатистая, как у бежевых и у красных. То есть, реально более тонкая, что ли. Вот, больше на купальник похоже, но только тонкий купальник. Мне кажется, сегодня такие описания просто вообще бомба, да. Лучший распаковщик ваш. Так, и последнее. Это Гарлетта. Гарлетта, да, называют вроде как. Еще это называют пояс для чулков. Ну, собственно, это пояс для чулков. Знакомьтесь, вот так он выглядит у Victoria's Secret. И стоит у Victoria's Secret этот, о боже, сколько же он стоил? По-моему, за него просят 5 тысяч. Да, вроде так, 4-5 тысяч. Вообще, жесть. Я считаю, что это просто какие-то бешеные деньги. И давайте отклеивать. Класс. Я приобрела этот пояс за 750 рублей. Приблизительно, да, там с копейками. И мне очень нравится, как он сделан. Мне безумно нравится сама вообще, в принципе, резинка, которая прекрасно, абсолютно прекрасно тянется. Которую можно отрегулировать в зависимости от вашей талии. И я так понимаю, здесь есть, смотрите, застежки такие, как наливчики. Ну, петельки, да. И можно эти петельки снять. И вот только что с ними можно сделать. Если честно, я не очень понимаю. Может быть... Наверное, просто это сделано, чтобы снимать его и надевать. Но если зачем-то это еще нужно, то обязательно напишите мне в комментариях. Вот. Здесь очень красивые вот эти штучечки. Но, знаете, что я поняла? Мне кажется, что они более толстые. Хотя, может быть, мне кажется. Да, да, да. Они немножечко толще, чем на оригинале. То есть, вот сама вот эта полоска толще. Но кому это вообще нужно? Кто будет смотреть вот эти резинки? Скажите мне на милость. Вообще, мне кажется, никто не будет смотреть. Здесь очень красивая резинка. Вот эта резинка с застежкой прикрытой ленточкой. И это выглядит вообще обалденно. Я считаю, что это очень красиво. И вот эта стоит 750 рублей. Но точно, мне кажется, не стоит 5000. Вот. Возможно, я пока просто не могу отдать 5000 за такое. И поэтому так рассуждаю. Возможно, это не так дорого, если судить о том, что там какая-то... Не знаю, какой-то платок может стоить 50 тысяч, да? 5000 это может быть и не деньги. Но, как бы, если судить по среднестатическим зарплатам, это, конечно, дорого. И лучше купить на Алиэкспресс такие вот интересные вещи, без которых можно прожить, можно так сказать. Если вы, конечно, хотите покупать себе базовое белье и не можете вот так вот просто гадать, да? И брать его на Алиэкспресс, ну, как бы, придет, оно может как-то не подходить вам идеально, и вам будет каждый день неудобно в нем ходить, тогда, конечно, лучше купите, зайдите в Викторию Сикрет один раз, если будете там в Москве, или где-то вы живете вдруг в другом городе, где есть Виктория Сикрет. Вообще, просто замечательно. Идите туда и примеряйте себе, чтобы вам консультант именно подобрал тот размер бюста и тот обхват, чтобы просто сидел идеально. Но потом не покупайте, если у вас нет возможности там, это прям в магазине, когда там цена просто бешеная, 10 тысяч нам за комплект. Нет, не нужно. Приходите домой, заходите на официальный магазин Виктория Сикрет, не тот, который рассчитан только на Америку, а вот именно иностранный. После этого уже вы можете перейти в графу купоны, и там каждый день, это лайфхак реально нереальный. Там есть каждый день купоны. Под Рождество, Черную Пятницу, в какие-то интересные события, просто праздники. Под эти праздники, например, вот недавно был международный День Матери, и к этому дню были нереальные скидки на Виктория Сикрет, типа что-то вроде за 10 долларов можно было взять себе 10 трусиков любых с пинкой Виктория Сикрет по одному доллару. Просто нам тут продают по, извините меня, по 3 тысячи их, а там можно было взять по одному доллару. Ну, какие-то сумасшедшие акции бывают. В целом, да, если вы не хотите каждый день подыскивать эти акции, если вот вам надо прямо сейчас, то все равно выйдет дешевле, если вы наберете, допустим, на данную сумму, допустим, на 150 долларов нужно набрать, чтобы была бесплатная доставка. То на эту сумму вы можете набрать гораздо больше, чем просто лифт и трусики. Но, опять же, не всегда. Иногда цены поднимаются в обычные дни, и доставка доходит до 300 долларов. Но так также есть другие купоны, например, купон на бесплатную сумку. Таким образом, у меня 3 бесплатные сумки уже есть, таких тоута, знаете, для пляжа. Полотенце у меня есть бесплатное, которое мне прислали в подарок. Бутылочки часто там дают. Еще, ну, разные вот там купоны. Тапочки, по-моему, бесплатные, если покупаешь пижаму. Вот, и пижама действительно гораздо дешевле выходит. В общем, вот такой ловите вам лайфхак. Уже, думаю, сами дальше разберетесь. Ну, а если мы с вами откроем новую рубрику про заказы с американских сайтов, то тогда, я думаю, что вам очень понравится эта новая рубрика, потому что я буду более подробно там уже об этом рассказывать. Спасибо вам большое за просмотр. Надеюсь, вам понравилось сегодняшнее видео. Все ссылки будут в описании. Ищите там и другие модели. Обязательно все подпишу, оставлю. Ну, и, конечно, мечтаю, действуйте и никогда не останавливайтесь. И подписывайтесь на мой другой канал и на Инстаграм. Я вас всех очень сильно люблю. И пока-пока! У-уб! Субтитры создал DimaTorzok Продолжение следует...